На сегодняшний день, начиная с середины мая, собрали более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Этих денег хватит на 581 коробку добра, говорит руководитель гуманитарного добровольческого корпуса. Половину уже развезли по городам округа. Содержимое одной коробки, если покупать в магазине, обойдётся более чем в 2000 рублей. В коробке добра входит 5 литров молока, мясо тушёное, рыбные консервы, крупные трёх видов, макаронные изделия, сгущённое молоко, товары первой необходимости – это мыло, зубная пощёлка, зубная паста. А ещё так необходимы во время пандемии витамины – лимоны, яблоки и, конечно же, средства индивидуальной защиты. Многоразовая маска, перчатки, антисептик. Ильхом Файзулаев стал волонтёром в разгар пандемии. В свободное от работы время доставляет коробки добронуждающимся. Вручил уже три. Довольный, всегда с улыбкой встречают. Ну, приятно помогать людям. И хочу сказать большое спасибо волонтёрам, которые сегодня активно работают в городе Невчуганске. У нас более ста волонтёров, которые прошли обучение и ежедневно готовы выходить на помощь нашим пожилым людям старше 65 лет. Коробки добра, как правило, вручают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в период пандемии. Малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, а также те, кто находится на вынужденной самоизоляции или остался без работы. Списки нуждающихся формирует Департамент социального развития Югры. Здесь хотелось бы обратить особое внимание граждан на то, что это не положено государством, ни что-то. Это пожертвование наших граждан, граждан Югры. И прежде чем обращаться за этой помощью, надо взвесить, на самом деле ситуация тяжёлая. Или есть рядом сосед, у которого намного сложнее ситуация. В Нефтьюганск было доставлено 4 коробки, их уже вручили адресатам. Всего в списке на получение гуманитарной помощи 17 нефтьюганских семей. Комплексный центр социального обслуживания населения формирует заявки ещё на 20. Как отметили организаторы, акция «Коробка добра» – бессрочная. Реквизиты для пожертвований размещены на официальных порталах правительства Югры, а также сайте гуманитарного добровольческого корпуса. Мария Сераева, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания, Юганск.